Вот сколько я сейчас езжу, а за вот месяц там, год и два месяца с начала спецопераций, у меня очень много было поездок по стране, там несколько десятков, ну если каждую неделю я куда-нибудь уезжаю в какой-то город, а то и в два. Так вот ни разу мне не задавали на концертах или вообще не после концерта какой-то там вот вопрос, связанный с тем, что мы вот как-то там очень жестко, мы там вот на Украину, вот как Борис Борисович говорит, меня всегда спрашивают одно, почему так долго, почему мы не так как бы вот решительно, ну грубо говоря, действительно, вот почему мы их как крыс не уничтожили. Андрей Владимирович, когда вы говорите о том, что зрители, слушатели на концертах задают вопрос, почему не пожестче, почему не уничтожить всех как крыс и что-то еще сделать, я бы задал им встречный вопрос, а вы готовы вот, чтобы все ваши дети погибли или чтобы их покрошили в окопах? Вы хотите, чтобы они там были? А не поэтому Виктор Жозефчий задают этот вопрос, что они не хотят этого. Не хотят, тогда нужно стремиться к тому, чтобы этот конфликт, который рано или поздно, как и любой конфликт, завершится. Простите, простите, простите. А кто у нас говорил бомбить, бомбить и бомбить? Все неактуально. Почему? Все, потому что ресурсы... А потому что не смогли. Борис Борисович, ваше время еще не наступило для выступления. Если у России сейчас ресурса для того, чтобы установить контроль над Украиной, нет. И в ближайшее время не будет. По целому, ряды причин, которые я не буду сейчас... Могу, но не буду... Хорошо. Люди, которые выступают за мир, я, например, я вообще за мир и противник войны, я выступаю за мир после победы обязательно, потому что нас хотят уничтожить. Нам не... Условия. Нам сказали, у вас этой нормальной жизни не будет. Мы вас заставим жить по-другому. Мы сказали, нет, такого не будет. 24 февраля прошлого года начали специальную военную операцию. После этого нас в нерешительности упрекать смешно. Но сегодня я за мир после победы. А определение победы есть? Я за мир после победы. Емкое определение победы. А мои оппоненты за мир вместо победы. Товарищ, господин, простите, Надеждин, да, который говорит, ну, все нормальные жизни, все, заканчиваем воевать, все будем нормально жить. Это и есть мир вместо победы. Мы на это не согласны. Как выглядит победа, мы видим в Бахмуте, город, в котором жило 70 тысяч человек, детские садики были, там, ну, детей 10 тысяч. А на мои слова не ответят. Просто стер с лица земли, все оттуда убежали, кто мог, просто убежали. Если победа выглядит так, как захватить руины без людей, ну, я не знаю. Мариуполь, лучше посмотрите, которую строят. Переговоры все равно начнутся рано или поздно. Все происходит тогда, когда обе стороны понимают, что дальнейшее продолжение боевых действий не приводит к никакому счастью, а приводит только к жертвам, разрушениям и крови, и ухудшениям положения в собственной стране. Когда все понимают, что дальнейшая гибель тысяч людей, когда мужики заканчиваются в городах, они уже заканчиваются в некоторых российских районах. Просто заканчиваются молодые мужчины. Опять в Долгопрудном. Да. И в Долгопрудном, к сожалению, уже погибло. Когда Борис Борис уезжает, в Долгопрудном заканчивается. Когда в Долгопрудном, он приезжает, сразу же. Все, нам надо заканчивать. Поэтому, чем быстрее этот кошмар закончится, тем будет лучше. Конечно, надо победить как можно скорее. Бахмуте победил уже, пригодил. Посмотрите на Бахмуте. А как должна выглядеть победа? Пункт первый. Мы в результате спецоперации военным или военно-дипломатическим путем доходим до границ НАТО. Украины на политической карте нет. Пункт второй. В результате этого Соединенные Штаты Америки сваливают с Евразии. Мы вместе с Китаем, Индией и другими ведущими странами этого континента сами устанавливаем. Очень коротко. Победа – это уничтожение украинского государства. Китаем. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...